Хорошо, Марк, переходим к все-таки заявленной нами теме, это уциализация русского народа. Я ее придумал, когда прослушал ваш эфир с руководителем фонда «Хочу жить», который с утра до вечера допрашивает русских пленных, и которые делятся на разные типы. И меня, конечно, очень он поразил, и я увидел обиду у этого человека, что он говорит, я, Золькин, по-моему, да, фамилия, он обижается, что все спрашивают, ну что они русские, у них мозги встали на место после полутора лет войны или как? А он говорит, да вы послушайте их интервью, что они несут, и подумайте, у этих людей вообще могут мозги встать на место? И он в эфире у вас дал трех людей, очень типических, выбрал, и один из них оказался вообще, так сказать, знаменитейшим Анисиным. Это человеком, которого вывел дрон украинский в мае, по-моему, чуть ли не 9 мая на праздничек из-под обстрела, а двое его друзей погибли. Я был так поражен, что я могу второй раз посмотреть этого Анитина и что он делает, но вот мы бы с вами начали, если позволите, с самого простого и тупого, извините за выражение, чувачка, который, правда, из Бурятии, но таких тупых и в России выше крыши. Поэтому хоть там и звучит, что, слушайте, вы буряты все, что ли такие, ничего не понимаете, и вас можно утилизировать как угодно, а что, русских мало. Войдется, особо говоря, процент дураков в русском народе появится, а процент умных таким образом увеличивается. И у России, светлая Россия, и будущее немножко приближается. Так, начнем с нескольких поправок. Владимир Золкин, украинский журналист, он не руководитель и не принадлежит непосредственно государственному проекту «Хочу жить». Это разные немножко вещи, но они его допустили вместе с его Дмитрием Карпенко разговаривать с военнопленными. Это по линии Главного разведывательного управления Украины, Министерства обороны. Это разрешение дано, и они работают с военнопленными, потому что все-таки тут должен быть журналист, должен быть какой-то человек, но, скажем так, от общественной среды, для того, чтобы это делать профессионально, как они это делают на своем канале, замечательном канале, и периодически у меня бывает, ну, нечасто, но тем не менее. Вот, значит, что касается утилизации нерусских народов. Я думаю, под этим есть основания. Я думаю, под этим есть основания, потому что, смотрите, Кремль ведь боится, что какая-то кумулятивная масса внутри этих автономий, национальных автономий, в какой-то момент может создать условия напряжения, центробежные такие, которые были в Советском Союзе. И в Советском Союзе ведь тоже все эти элиты, и донароды, и активные всякого рода молодежь, они стремились к независимости. Факт остается фактом. Вспомните события 1986 года в Казахстане, то, что творилось в Армении, то, что происходило в Тбилиси. Ну, про страну Балтии тут вообще говорить нечего, там и так все понятно. Вот, они сейчас заранее пытаются предвосхитить ситуацию, при которой поражение в войне, они это отдают себе отчет, что это может конвертироваться во что-то, не привело бы к распаду России. То есть распаду вот по сценарию падения СССР. Ну, конечно, они отказывают себе в логике в том, что прямым следствием этот распад должен явиться как раз сама эта война, понимаете, не какой-то другой фактор, искусственно созданный, а то, что вы напали на Украину и не захватили ее, не решили поставленных целей, а получили поражение, пусть промежуточное, пока еще не окончательное, опоясаны санкциями, в изоляции, отвернулись от Запада, пошли на Восток, где вас, так сказать, определенным образом ждут, не так, как на Западе, да, где совершенно другие ценности и тому подобное. И вот утилизация этих народов для них представляется, ну, неким еще и практическим смыслом обладает, да, то есть каким? С тем, чтобы этих людей, которые могли бы там каким-то образом выступить, было как можно меньше. И вот и в азиатских народах, а они тянутся, кстати, в Азию, они тянутся в Азию прежде всего, они понимают, где сила, тем более последствиями войны будет в том числе и перемещение этих центров силы с евразийского пространства в Пекин, с другие центры, там, в Турцию, от России, потому что проигравшая войну Россия, это совсем не та Россия путинская, которая там хайп-хай, там, выигрывала Олимпиады, или там проводила, точнее, Олимпиады и футбольные чемпионаты, побеждала в Тбилиси, достигала коррупции, чем угодно, так сказать, каких-то пусть и эффективных целей на международной арене. Ну и плюс создавала видимость мощи своей армии, которая, если что, может разрушить все вокруг, захватить, там, не знаю, отдельные территории, Молдову, Грузию, там, и так далее. Ну вот, а этот миф разрушен. И сейчас, безусловно, колебания идут в разных средствах. Я вот рассказывал уже такую историю. В 80-м году Шеварданзе, который был первым секретарем Компартии Грузии, к нему приехала группа сенаторов. Это известная история, она описана, и так далее. Американских сенаторов почему-то вот в ЦК решили, там, в Политбюро, что нам надо вот продемонстрировать. А Грузия всегда являлась, безусловно, являлась главным таким фронтменом Советского Союза. Оттуда Сталин родился. Поэтому на хорошем счету Грузия была. Ну вот они туда приехали, и когда они кулуарно разговаривали, ну, подвыпив там этот грузинский стол и так далее, Шеварданзе, не скрывая, сказал, что погодите, до конца 80-х годов Грузия обретет независимость. Пораженные сенаторы уехали. Ну, это еще советский период, представляете, что такое. Уехали в Америку, и потом тайно вообще об этом рассказывали, а потом уже и публично рассказывали. Действительно, Шеварданзе такое допустил, сказал, что, ну вот, ситуация складывается. Это означает ведь что? Что настроение подобное, они уже были даже в те годы, застоя, так сказать, прибрежнее, уже все понимали, что эта конструкция трещит, что она не выдерживает ни распорядительная экономика, ни гонка вооружений, которая, в общем, обескровливает советскую систему, и шансов удержать это в едином целом уже было куда меньше. И сейчас, как бы ни казалось, монолитным тоталитарной системой, которую Путин выстраивает, внутри нее есть главный элемент разлома. В отличие, кстати, от Украины, это унитарное государство. Это разные народы. Да, их стало меньше, потому что 80% — это титульная русская культура, которая преобладает, но 20% — это автономия. Далеко не все отойдут. Но настроения в них, они напряженные. Ну, так сказать, и на Кавказе, и в азиатских республиках. Безусловно, там есть группы в элитах, подчеркиваю, не просто в народе, там есть активисты, их всех пересажали. А в элитах есть ощущение, что если бы у нас было свое отдельное государство, нам было бы неплохо. У нас тут и нефть, и ламазики, и то есть, и это. А зачем нам русские? Зачем нам Москва? И я вам хочу сказать, что это вниз к народу тоже уходит. Они же живут бедно, их же эксплуатируют. Ну, а что, нефть, газ, остается разве? Я вот побывал в разных местах таких, в коме там и так далее. Ну, в тюрьмы ездил, когда был адвокатом. В Салихарде был. Вот. Харп там в этой тюрьме по жизни у меня сидел под защитным. Я вам хочу сказать, что это беднейший регион. Ну, там он маленький, тут еще получше. А вот в тех регионах, в которых добывают нефть, газ и так далее, все же уходят в Москву, уходят в частные руки, по сути. Ну, как в руки, тех, кого уполномочило государство этими потоками распространяется. Вы же понимаете, отдаете себе что-то, что людям это не нравится. Они недовольны этим. Недовольны этим, как некие субстанции, как этнос. Недовольны, как географическое образование, политическое образование и так далее. Они считают, что якутскими алмазами можно прожить и без России. Без России можно прожить при наличии всех этих ресурсов нефти, газа и так далее. Может быть, это и не так, но они так считают. Так любой маленький народ всегда так считает. Он считает, что безмерные богатства, которые они отдают просто так, за ни за что. Понимаете? И поэтому, конечно, это ощущение, оно будет усиливаться, оно никуда не денется. Чем больше России будет беднеть, тем больше будут превалировать эти настроения. Ну, честно сказать, у меня ощущение, что первая отвалится не Бурятия, а Калининградская область. Ну да ладно. Чего сейчас гадать? Я бы вот вернулся снова к вашему разговору, на вашем канале разговору с пленными. И вот там есть одна дама, у которой русский муж сидит в плену. Этот русский муж, ну типичное пушечное мясо. Вот прям типичное. И не знаю, не сильно он, по-моему, по мозгам отличается от этого бурята, бедолаги. Но дама боевая. Причем, обратите внимание, дама, оказывается, работает в воинской части, которая где-то то ли в Мариуполе стояла, то ли рядом там. И она не боится смело рассказывать о том, что никто из захваченных народа украинского нас не любит. В гробу нас видали, так сказать, замирают в магазине, когда мы там входим. И при этом она говорит, что я тоже не хочу никакой армии, я не за армию забрать его мужика оттуда. Я прям на нее смотрел и думал, елки-палки, вот есть русские женщины, которые бойцы. А мужиков, бойцов, я вам сейчас скажу, я практически не встречал. Единицы. На 20 боевых женщин в России я встречал одного мужика, как журналист. Может быть, вы как адвокат, так сказать, встречали больше, но боюсь, что они все оказались, все эти бойцы оказались в тюрьме. А я все-таки на воле встречал. Но вот тем не менее, эта русская женщина, боец, и вот ее, как бы, показания, она еще рассказывает очень важный нюанс у вас на канале, что в нашей воинской части дураков нет. Все умные понимают, что за война, кто чего, никто не хочет никаких там освобождать, бороться с бандеровцами, а хотят утилизировать пушечное мясо. Дураков выгребают, а сами сидят в тылу и кидают в топку вот этих вот дураков, которых надо, так сказать, сгрести в тылу. Здесь мы их, так сказать, по-быстренькому там обмундируем и вперед. А мы тут отсиживаемся. И это она прям рассказала у вас на канале. Марк, вот оно, так сказать, вот она, сермяжная правда внутри России. По-моему, это прям вот структура самодержавного государства на протяжении 200 лет. Не так? Нет, ну все так. Другой вопрос, что все-таки это больше единичный случай. Нельзя сказать, что она типична настолько, несмотря там на гендер и так далее. Это мне кажется сложно сказать, что там на одного мужика таких 20 женщин. Она в каком-то отчаянном положении. И, в общем, видимо, она уже устала бояться, потому что слишком много с ней уже, видимо, произошло. Это часть ФСБ, кстати сказать. Вот. Поэтому на самом деле то, что она высказала, это то, что думают очень многие. Я не знаю, все, не все, но очень многие. И особенно те, кто имеет отношение к теме, они отдают себе отчет, что на войну едут, не там цветочки сажать. Помните, как интернациональный долг в Афганистане все время рассказывает сказки про контингент, стоящий из 100 тысяч военнослужащих, срочно, кстати, службы там, служили офицеры, ну и, соответственно, срочники, что они там не погибают, ничего плохого не происходит, вот, и что они там ничем не занимаются. вот таких вот сейчас нет, все-таки информационный век, они подают себе отчет, что туда едут умирать, туда едут погибать, туда едут убивать, туда едут, в общем, за тем, чтобы не иметь особо хороших шансов вернуться, потому что война очень тяжелая. Вот, она это понимает, она передает эти настроения, и это как раз важнее, потому что единичное проявление-то одно, а то, что она фактически отражает, там, информационный, вот, в данном случае, рассказывая нам всю ситуацию целиком, вот, что действительно утилизация идет самых глупых, которые не понимают, куда едут, ну, или едут за деньгами, думая, что им удастся как-то из этого выскочить по-русскому авось. А вот это ценно, понимаете, потому что вот спор же постоянно идет о том, что, а понимают ли русские люди, что они едут на войну, и что там погибают, и шанс погибнуть очень высок, и так далее. Многие говорят, что, ну, как бы, вот они понимают, но рискуют, едут. Кто-то говорит, что нет, они вообще ничего не бывают. Третий говорит, они все поддерживают на 100%, и поэтому они едут. Да, мы можем умереть, но мы все равно поедем. А мне кажется, здесь комбинация чувств, коктейль, понимаете, и одно, и второе, и третье, и, так сказать, пагубность жизни, в которой, значит, нет денег, а это возможность 200 тысяч, ничтожных, кстати, 2000 долларов, получать, и, бог знает, может быть, остаться в живых, как-то их использовать, от безнадеги, от безвыходности определенной, от того, что вокруг тебя такие же, понимаете, вокруг, это масса формирует, там же нет людей в провинции, особенно, которые говорят, что вы делаете, вы идиоты, вы же передох, куда ехать, вы же какую родину защищаете, вашу родину, на нее никто не нападает, вы едете в чужие пределы, нет такого, понимаете, и поэтому очень выгодно работать с провинциальной средой, ведь вот москвичей, петербуржцев, там, соотношение, может, один к 100, как они там говорили, один 200, один 500, их нет, ну, кого-то берут, но их очень мало, потому что, надо дает отчет, что в крупных городах представление о происходящем, оно совсем другое, на другом уровне, поэтому нужно брать самых забитых, из самых, так сказать, отдаленных уголков, для того, чтобы не иметь опасности какого-то бунта, мятежа, возмущения и так далее, этот аргумент тоже имеет значение, он тоже играет свою роль, и с этой точки зрения, конечно, я считаю, что она показательна в этом смысле, потому что остальные-то скорее демонстрируют типичное отношение, такое, разговаривают ртом пропаганды, да, вот что пропаганда говорит, то они и повторяют, и с этой точки зрения, там нету, нету вообще практически ничего интересного, потому что это одно и то же, что говорит телевизор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok